Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке, моему творчеству. Если вам такое интересно, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ну и оставьте комментарии, возможно, YouTube-алгоритмы сочтут мое видео интересным и оно будет рекомендоваться другим пользователям, таким как вы, что, конечно же, полезно как для зрителей, так и для моего канала. Так что проявляйте активность. Спасибо! Сегодня вторая часть видео, которая посвящена пяти причинам, почему вам стоит покупать модульный синтезатор. Давайте попробуем разобраться в этом. Помимо пяти основных причин объективных, наверное, я приведу свои субъективные причины. Так что досмотрите до конца. Приятного просмотра! Модульный синтезатор, в основном я буду говорить про Eurorex, скорее всего, это синтезатор, в котором можно приобретать модули и сочетать их друг с другом. Отсюда и следует первая причина, почему вам стоит купить. Потому что возможности модульного синтезатора, они не ограничены. Чем больше модулей вы купите, тем интереснее ходы вы можете совершать посредством соединения аудиокабелей, патч-кабелей. Модуль один с другим, другой с третьим, третий с первым снова, и можно даже параллелить сигнал с помощью стек-кабелей. Короче, возможности не ограничены. Ограничена лишь ваша фантазия и то, как вы патчите тот или иной синтезатор. Отсюда хочется дать совет, что приобретать много модулей за раз нет смысла. Конечно же, нужно покупать модуль с определенной периодичностью, для того, чтобы было время его изучать. Это очень важно. Те знания, которые вы получите в мануале, а их можно уже, конечно, шерить и на другие модули, потому что зачастую модули имеют одинаковый функционал, но точнее они могут быть схожи или похожи. И поэтому таким образом вы можете научиться понимать любой модуль и нужным вам или нет. С помощью подбора модулей вы можете собрать идеальную архитектуру синтеза. Это еще одна из причин, по которой стоит покупать модуль и синтезатор. Исходя из ваших задач, вы можете собрать любое устройство. Будь то это синтезатор или процессор эффектов, или может быть какой-то сэмпл плеер, или гранулярный сэмплер, который построен на модуляции. Тут уже выбирать вам. Либо все три вместе, направления воедино можно соединить. И придумывать, как они будут взаимодействовать друг с другом. Если в природе не существует синтезатора, на котором вы хотите играть, то с помощью модуля синтезатора можно попробовать такую историю вот воссоздать. EuroRX со своим богатым количеством модулей и брендов сейчас дает абсолютно неограниченные возможности. Так что да. Еще одна причина это эксперименты и уникальный звук. Поскольку модули все разные и возможно они только в вашем синтезаторе встречаются воедино. Конечно же есть популярный модуль, который многие используют, но есть модули, которые, например, редко кто использует. И таким образом вы можете создать свой уникальный тембр звука. Да, он будет похож. Конечно же одно жужжание от другого мало чем отличается для уха, который, скажем так, не готов отличить эту разницу. Но если вы хотите удивить энтузиастов электронной музыки или любителей синтезатора, то, конечно же, сочетание одного или двух каких-то специальных модулей для вас может проявиться как уникальный тембр звука, который вы сами воссоздали в своем модулем синтезаторе. Таким образом можно приблизиться к тому, чтобы воссоздать звук, который соответствует вашему видению. И тут, конечно же, стоит отметить, что видение внутри вас, которое сидит или которое, возможно, будет когда-то сидеть, это вообще, в принципе, все. Это все, что является основой вас и вашей музыки. Так что не забывайте об этом и старайтесь это развивать внутри себя. Четвертая причина – это то, что модульный синтезатор, он одновременно сложный и в то же время простой, потому что все модули отдельно. И у каждого есть свое предназначение, и таким образом вы можете познакомиться с аналоговым синтезом гораздо быстрее, чем это было бы, например, в каком-то синтезаторе упакованном внутри. Если у вас стоит цель разобраться с тем, как это работает, то модульный синтезатор в этом вам поможет, потому что вы наглядно видите, как осциллятор соединяете с фильтром, как это ведете в амплифайер для того, чтобы получить какую-то ритмику огибающую и прочие процессы, которые, возможно, были бы неочевидны внутри запакованного синтезатора. Здесь вы прямо напрямую посылаете сигнал руками из одного модуля в другой. Пятая причина – это свобода самовыражения. Поскольку модульный синтезатор – это не только звук, но еще архитектура синтеза, возможно, внешний вид, вы можете собрать какой-то персональный кейс под себя, его форму, размер, что позволяет вам выразиться не только в звуке, скажем так, но и в подходе, в создании этого звука, возможно, внешний вид какой-то устройства. Также является неким самовыражением. Я видел, что многие люди делают какие-то прозрачные кейсы, чтобы там что-то все светилось. Есть специальные провода, которые внутри содержат светодиод, и там, если, например, плюс подается, то красный цвет, если там минус, то зеленый. Ну, для того, чтобы это все выглядело как-то наглядно и визуально, это, возможно, для вас это тоже будет являться неким способом самовыражения. А поскольку все музыканты-артисты и хотят самовыражаться, я думаю, что это тоже также повлияет на вашу идентификацию в мире электронной музыки. Теперь я расскажу вам о своих субъективных плюсах, которые стоит также упомянуть в этом видео. И первое, что мне очень нравится в модульном синтезаторе, это то, что идея приходит в процессе создания. Если у вас, например, нет каких-то идей, и вы просто начинаете что-то патчить, думаете, окей, давайте попробуем сейчас что-нибудь запатчить, может какой-то урок посмотреть на ютубе, и после этого у вас рождается какая-то идея, и, в принципе, очень легко может получиться трек. Есть люди, которые придумывают мелодии заранее, потом их воспроизводят, а есть любители, которые получают какой-то результат в процессе. То есть важен именно процесс. Поэтому модульный синтезатор для меня это именно про процесс. Возможность получить генеративные патчи также является большим преимуществом, потому что генеративный патч это когда один модуль другому говорит, как ему действовать в определенный период времени, скажем так. Это такая некая генерация, которая может жить очень долго и вечно. Есть нью-йоркский патч, да, вот недавно с Максимом Милетенко мы общались на эту тему, и различные другие подходы, которые можно воссоздать, ну, либо, например, придумать, потому что модули у всех разные, но плюс-минус там смысл одинаковый, но генеративных патчей очень много. Есть bouncing ball, например, прыгающий мяч, который Apex Twin использовал часто в своей музыке. Ну, и все в таком духе. Погуглите, если кому интересно, генеративные патчи это интересное занятие. Конечно же, генеративные патчи на обычном синтезаторе очень сложно воспроизвести. Я уже говорил о том, что синтезатор может внешне как-то отличаться и быть индивидуальным, но для меня это было очень важно, потому что я люблю дизайн, и я, в принципе, дизайнер, и я являюсь тем человеком, который хочет что-нибудь за кастомить, за дизайнить, и именно поэтому все свои кейсы я собирал сам, придумал сам, мне было это интересно, и увлечение модульным синтезатором, конечно же, для меня было чем-то воплощением каких-то своих идей, в том числе и визуальных. Так что еще раз напомню об этом в своих субъективных плюсах, то, что вы можете сделать уникальный собственный синтезатор. Это может быть какая-то форма или цвет, вы можете выбрать все, что угодно. Также еще большим плюсом является то, что любители модульных синтезаторов представляют собой крепкое сообщество. Вы можете запросто найти кучу форумов, там, Маввыглер, например, или на том же Реддите, вы можете найти кучу любителей синтезаторов, если вы, модульных синтезаторов, если вы вдруг не знаете, как и что делать, вы можете просто написать, спросить. Люди всегда помогают, отзывчивые, и помогают даже с выбором, что очень важно, потому что открытых моментов очень много, особенно когда вы новичок в этом деле. Конечно же, хочется с кем-то проконсультироваться на этот счет. В нашем чате Катом Клаб вы также можете проконсультироваться, спросить у людей какие-то моменты, связанные с модулем синтезатором или с обычными синтезаторами, так что добро пожаловать. Ну что же, на этом сегодня все, я рассказал вам о преимуществах. Пишите в комментариях ваши причины, почему стоит покупать модульный синтезатор. И до скорой встречи, пока!